Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 1 июня и напоминаю, что если вам нравится это видео, если вам нравятся данные обзоры, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Ну а мы переходим к разбору пары евро-доллар и на текущий момент мы видим продолжение восходящей тенденции, которая у нас начала образовываться 30 мая после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 29 мая. Ближайшие цели роста это движение в область 1.1750 и на 1.1880. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1642. По паре британский фунт и американский доллар также сохраняются попытки начала восходящего тренда. Первые его предпосылки произошли вчера после преодоления максимум 29 мая и закрепление выше данного уровня. Но к концу торговой сессии мы видели торговлю вблизи цен открытия. Но сегодня с утра в принципе британский фунт также скорректировался и уже торговался ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Но пока общей восходящей тенденции в рамках часового таймфрейма это не меняет. Ближайшие цели роста это движение в области 1.3422. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы зафиксировали 29 мая по цене 1.3203. По паре американский доллар, канадский доллар общая тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже минимальные значения 30 и 31 мая и затем движение по направлению 1.2714. Ближайший разворотный уровень на текущий момент остается на максимальные значения, которые были зафиксированы 30 и 29 мая. Ну и более локальный находится на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 29.90. По паре американский доллар и японская иена сегодня с утра мы видим торговлю уже выше максимумов, которые были зафиксированы 30 и 31 мая, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Начинается еще одна попытка восстановительного движения американского доллара против японской иены. И если данный сценарий сохранится, то цели по восходящему движению это область 111.36. Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 108.39. По паре австралийский доллар и американский доллар общая тенденция восходящая пока сохраняется, хотя сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, что локально нас также может привести к коррекции в области 74.75, но общий характер пока остается восходящий. Ну и также австралийский доллар торгуется в области, вблизи области сопротивления, которую не может преодолеть уже довольно-таки долго. Цели для продолжения роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 22 мая, и движение далее по направлению на 77 и 78. По паре еврофунт сохраняется общая тенденция восходящая. Сегодня с утра мы уже смогли преодолеть максимальные значения, которые были зафиксированы 23 и 28 мая по цене 87.94, что подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу с целями роста движения до 88.54. По золоту на текущий момент также сохраняется восходящая тенденция. Следующие цели роста это движение в области 1307 долларов за тройскую унису и далее уже движение по направлению на 1330. Ближайший разворотный уровень по данной информации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 29 мая по цене 1292. По нефти марки Brent сохраняется восходящая тенденция в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели роста это движение в область 80.05 и 80.90, максимальные значения, которые были зафиксированы в середине мая. Ближайший разворотный уровень по данной информации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 76.77. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По индексу DAX сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это область 12247. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 30 мая по цене 12835. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Тенденция, которая у нас началась 29 мая, пока все идет за сохранение роста по биткоину. Цель роста это движение в область 8500 долларов за один биткоин. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 30 мая по цене 7224. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. И увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok